Будущее за неэффективным производством. Предположим, на вас нападает крупный хищник. Вы начинаете в этой ситуации думать? Нет, вас спасает от него рефлекс, ну или не спасает. И в этом плане человек, в общем-то, слабее любого животного в отношении набора рефлекса. Рефлекс автоматический. Рефлексы чрезвычайно целесообразны и крайне эффективны. Но только я обращаю ваше внимание, что не мы сидим у тигров по клеткам, а тигры у нас сидят по клеткам. Это означает, что наше мышление медленное, в любой ситуации проигрывающее инстинкту. Нецелесообразное, мы часто мыслим вообще о чем-то, а не о конкретных вещах. Уж точно неэффективное, в конечном итоге оказывается гораздо сильнее, чем сила, инстинкт и так далее. Это общество, в котором мышление становится гораздо более сильным за счет того, что производство становится менее эффективным. Говоря совсем грубо, мы уходим от рефлексов производства и вновь возвращаемся в этом производстве к разуму. К человеческому разуму, к человеческой руке, которая до сих пор является одним из самых лучших инструментов. Продолжение следует...